Давайте первый вопрос игроку Антону Усиенко. Ваши комментарии по игре? До третьей четверти показывали свою игру, все получалось, но в четвертой четверти проиграть 20 очков, это сильно много. Нападение избыли, наверное, на дайте интегральную игру, больше перестали играть командно, но в этом, наверное, проблема. Ваши комментарии? Прежде всего хочу поздравить Одессу с победой. То, что мы не справились с Леоная, лило ключевым моментом тот результат, который получился. В защите мы не справлялись с этим, а строповка оголяла других игроков в результате прилегали трешки. Хочу сказать, что Одесса еще так же грамотно использовала все наши ошибки. Они забили 20 очков, а после наших потерь еще не нагрелалась у нас в команде. И сбившись на индивидуальную игру, нападение остановилось движение мяча. Получается, те 7 очков, которые мы набрали, это результат неправильного понимания. Если 3-я маунта, которую я использовал, не смог исключаться для игроков, не смог изменить рисунок игры. Соответственно, результат получился такой. Будем исправлять ошибки, будем работать над командой АВА-бальщикой. Первый матч игрок. Пашка Митальевна, следующая игра. Хочу поздравить всех владельчиков, руководствов, клубно-тренерский штаб с победой. Я считаю, мы выиграли заслуженно, веселее, показали свой характер. И вот, конечно, результат победы, такая волевая. Позавчера вы тоже выиграли, была тяжелая игра. То есть, как удалось восстановиться и психологически, и физически? Ну, мы как бы все профессионалы. Такой у нас календарь, такой у нас режим. Как бы надо как-то постараться правильно. Правильно подождались к игре и результат. Спасибо. Всего в дальнейшем. Всего в дальнейшем. И главный тренер, ваш комментарий сегодняшний матч. Всех хочу поздравить с победой. Ну, Николаев традиционно серьезный соперник. Он хороший состав. Они отдыхали. Не имели игры в пятницу. И тогда как палка в двух концах. То есть, как бы, тоже будет хорошо свежий. Очень хорошо мы начали первую половину. Мы пока входили. То есть, не выполняли те функции, которые мы планировали на начало игры. Был небольшой сумбур. Ну, потом ребята собрались. Поговорили впервые чуть-чуть. И во втором тайме, конечно, вышли и отработали за себя и за того парня. То есть, мы сделали короче ротацию. Те люди, которые вошли в игру в первую половину. Вся нагрузка легла у них. И выполнили. То есть, забивали из периметра, из под кольца, из под крыльевых. И, конечно, американский легионер нам начал помогать уже. То, что мы говорили о том, что ему деваться некуда. Но он должен уже нам помогать. Поэтому сегодня была команда. И я хочу поздравить именно всю команду. Весь штаб игроков, административный штаб, руководители клуба. Поэтому сегодня это проблема общая. Две тяжелые победы. Сейчас перерыв. Как вы будете заполнять? Ну, там две недели все-таки, да? Да, есть у нас возможности. Ну, надо сейчас, во-первых, восстановиться. Поднимем чуть-чуть физическое состояние. И будем работать над ошибками, которые у нас... Мы соберем статистику за эти игры. Посмотрим, где нам надо прибавить, над чем поработать. И те ошибки, которые мы делаем, постараемся исправить на тренировочном процессе. Конечно, командное законодействие. Владимир Игоревич, видно, что в команде все-таки не хватает снайперов. Тищенко в прошлом году за Кремлем играл нам, забил 30 очков. В основном 20. Много забил. Очень много с периметра. Может быть, почаще стоит давать ему возможность атаковать с Итоли? Вот сегодня он два раза бросил два попалка. Вы поймите, он бросил это в самый нужный момент. Он очень хорошую работу провел внизу против своих оппонентов, как и Амити Янкер, так и Кушнеров. Они были под давлением. А потом уже мы, видите, это для них оказалось сюрпризом. Когда он будет все время работать наверху, то команда к нему приспособится. То есть, если он не попадет, будут проблемы тогда с подбором. Поэтому тут надо лавировать тактикой. Это хороший момент. Но надо правильно и пользоваться. Сегодня как раз получилось, что они страховали соперники. Трехсекундную зону от него. Он выходил на трех очков. То есть, в этой ситуации было немножко риск для соперника? Ну, это не риск, это игровой момент. То есть, это инстинкт тот, который у него есть. И он сегодня... И Молчанов сегодня тоже из трехового упал, когда от него отошли. Это же нужно. Поэтому... Это команда, понимаете. Они сегодня отработали хорошо в защите вторую половину. Посмотрели четвертую четверть, как мы сыграли. Семь очков пропустили. Это показатель очень серьезный бой. В такой сильной команде, как Николаев. И Николаев, может, не ожидал. Я не знаю. Но у них состав... Ну, не слабее нашего, это точно. У них основной разыгрывающий третий чайник из-за пять фоов сел. Тонченька. Ну, смотрите. Основной разыгрывающий. У них есть Попов. У них есть... Это же Носков. Носков в первом номере. У них хорошие, большие, хорошие шутеры, как вы говорите. Ануфриев. И Иванов. И Иванов. Что-то я не знаю. Не играл в вторую половину. Поэтому там состав, то есть тоже тренеру там не просто в плане того, что все игроки с амбициями. Они где-то должны, наверное... Это их я просто от себя иду. Где-то на команду, игру где-то надо, наверное, больше уделить. Так это и на нашу. Я говорю им, а думаю про вашу команду. Чтобы больше играть команду. Вот сегодня у нас 14 передач. Иванов. Он был командный. Ну, 21. Он в первом. Поговорили в перерыве. Чуть-чуть завелся. Где-то вполне не свистнули. То есть игроки тоже имеют какой-то характер, понимаете. И чуть понервничали. И потом мы успокоили их. И сами видели вторую половину. Команда отыграла... Ну, я не хочу сказать, что идеально. Но есть над чем прогрессировать и усиливаться. Чем? Я имею в виду теми людьми, которые... Ну, свои функции игровые нужно показывать на определенном уровне. И ниже их не падает. Сегодня вот все... Сыграли неплохо. Сидел. Единственное, два человека вот с Лебенчуком. Вот так чуть-чуть выпали. Может, то, что вот эти две игры... Вот. Они сегодня чуть-чуть подсели. Волчанов прибавил. Все-таки было по началу сезона. Такое впечатление, что он еще не набрал форму. Сегодня конец игры... Он мне тоже не набрал форму. Сейчас идет хорошая конкуренция. Идет хорошая конкуренция. То есть у него есть сильные и свои качества, которые от него их просит. Если он их выполняет, то он имеет свое игровое время. То есть всем дается время, и его надо реализовывать с первых секунд. Никто не дает время на раскачивающихся. Поэтому он вышел. Показал, что он может защищаться сегодня. Хорошим движением на сегодня было. Я имею в виду по защите, по борьбе, по подворам, которые не видно для болельщиков. И вот результат его защитных действий, вот этот трехочковый бросок, который сегодня был один. Вишенка на торте. Все, спасибо большое, удачи вам. Спасибо.